У этого автомобиля столичные номера, а название китайское, но сделан он в Липецкой области, в индустриальном парке Рождество Крастинского района. Кроссовер Чинган СС-35 начал сходить с конвейеров всего несколько недель назад и уже получил высокую оценку в столице. Сегодня его впервые увидели липчане на традиционной выставке в честь дня машиностроителя. Мне нравится закрывание дверей, уплотнение хорошего дверей. Не знаю насчет лобового стекла подогрева, если бы еще подогрев сделали, может быть тоже было бы лучше. Ну а так вообще, конечно, хорошо. Предприятие в Красненском районе сможет выпускать до 30 тысяч автомобилей в год. До конца 2016-го с конвейера сойдет чуть больше тысячи машин. В автосалонах они появятся уже зимой. Я могу сказать, что у него будет очень конкурентная цена. Если вы посмотрите историю китайского автопрома, продвижения, то будет существенно дешевле, чем японские, корейские. Я хочу говорить про европейские машины. А это уже молодое поколение машиностроителей. Изобретатели-школьники представили десятки моделей. Больше всего заинтересовал зрителей андроидный робот 12-летнего гения Дмитрия Лазаренко. Помимо выполнения множества физических упражнений, машина может переносить предмет из одного места в другое и даже подниматься по лестнице. С этим роботом я еще работаю полгода. Узнал я его еще не полностью. Но думаю, еще буквально месяца два, и я с ним подружусь, так сказать, полностью. То есть буду уметь программировать его на все 100%. Инновации для региона в приоритете. Большинство проектов получают всестороннюю поддержку. Финансовую, имущественную, информационную. Увеличить промышленные объемы помогают кластеры. В области их три. Они объединяют разные производства, повышают уровень конкурентоспособности продукции, создают новые рабочие места. В этом году объем господдержки кластеров региона составит более 2 миллиардов рублей. Сегодня наши машиностроители являются одним из лучших Российской Федерации. И это подтверждается всеми данными, которые есть, статистическими данными. Представьте, полугодие, допустим, объем продукции машиностроительной Липецкой области сделали столько, сколько Воронежская, Курская и Тамбовская вместе взятые области. Тех, благодаря кому регион лидирует во всем ЦФО, сегодня честовали на торжественном приеме в областном центре культуры. Здесь только лучшие машиностроители области. Среди них профессионал своего дела – начальник цеха завода «Лемаз» Алексей Смольянинов. Сегодня ему присвоили звание почетной машиностроитель Российской Федерации. Я трудовую свою деятельность начал с 1972 года на Липецком тракторном заводе фрезеровщиком. После службы в рядах Советской армии. Не знаю, наверное, судьба. Так сложилось, что я, собственно, даже в армии-то работал по такой же профессии примерно. Так что интересно, собственно. В честь профессионального праздника министерские отраслевые областные награды получили более 40 лучших машиностроителей региона. Ольга Родина, Анатолий Гончаров, Липецкое время.